так ну что добро здоровьтесь уважаемые посетители моего канала здравствуйте у меня вопрос вам когда будет время прошу вас ответить здравия вам я практически отвечаю на все вопросы сразу же если я что-то знаю и не отвечаю если этот вопрос уже многократно был разжеван пережеван и и выложен так значит дальше у меня врождённая набали обоих почек гидронефронс вот тут я сразу скажу вот тут вот тут я то что врождённое так далее вот приобретённое еще что-то можно верить а врождённая уже не такой знаток до такой степени чтоб еще с этим разбираться нейрогенный мочевой пузырь форме песочных часов так мочеточник тоже неправильно формы как колбы 10 месяцев мне сделала операции вывод мочеточника что моего части кла потому что почки не справляясь еще остаточного моча мочевом сейчас мне 23 года уже три месяца хожу на гемодиализ мочи в день критине скорость клубочкой так в каком случае может помочь мне восстановить почки их правильную функцию зрания вас благодарю у меня врождённая аномалия почек гидронефроз 2 3 степени если что-то врождённое найти я даже не буду на эту тему и гадать это такое неблагодарное дело остается сказать посмотрите сами что чего как причем смотрите не просто информацию допустим вот она медицинская информация там хорошая информация то есть все они там что-то там знают но есть еще другая информация которая может вам помочь есть третья информация есть четвертая информация и задайтесь вот этим вот вопросом если вы хотите жить то вам это надо все изучить и сделать соответствующие выводы для себя как действовать а вы можете помочь мне восстановить почки их правильную функцию если они у вас уже были врождённые это одно тут никакого а вот если вам их запороли с какого-то возраста это совершенно другое то есть они были нормальные грубо говоря там до пятилетнего возраста до десятилетнего возраста а потом что-то случилось это уже совершенно иное но опять таки уж извините вот что я мог то я вам сказал алексей сидоров мочу пить нельзя не стоит друзья значит а я тут как раз на видео откуда у меня шлаки откуда у меня там опухоль но я ему поставлю и знаете и палец вверх и сердечко мочу использовать надо тогда когда к этому есть какие-то показания и надо понимать как это работает и тогда что-то делать а вот так просто сказать нельзя или можно так знаете ли лишь бы лишь бы нельзя нельзя а другой говорит можно а почему нельзя а потому что это противно или еще что-то то такое любое лекарство грубо говоря оно горькое ладно не будем на эту тему распространяться я лично для себя разобрал этот вопрос можно не нужно что она делает и так далее и так далее хотите узнать пожалуйста все находится в свободном доступе у меня на канале даже книга кстати о том что мочу можно пить не можно это алексей как раз сидоров пишет и вот он на голод 40 дней часть 2 пишет рисоваться любит конечно гена у меня возникает желание удалить алексея знаете вот в любом видео но пока посмотрим за его действиями что и как любое допустим вот особенно голод 40 дней часть 2 может там рисовка есть может там еще что то есть может знаете какое-то отвращение есть какие-то полезные вещи есть так вот если вы что-то смотрите там про голод но грубо говоря ищите какой-то нужный материал то вы даже вот из какого-то видео которое вам как бы не нравится раз его смотрите возьмите ту полезное что вам надо вот она самое главное зачем вы тут лазить лишь бы себя отвлечь и развлечь это одно а если вы ищете некие крупицы знания это совершенно другое особенно те которые могут вам помочь вот тут конечно тут рисоваться не рисоваться возьмите то что там не нарисовано но нужно и полезно а еще добавлю насчет вот этого голода если бы я этот голод не сделал вот этот сорокадневный и не показал ну это я снимал для себя тогда интересно как что что с меня выходит и вышла там огромная какая-то тина то есть это разложившаяся какая-то опухоль так вот благодаря вот этому голоданию я сейчас перед вами сижу вот что-то там распинались рассказываю то есть я остался жив вот это бы взять что если вы попали в тяжелую какую-то ситуацию или находитесь на краю то вы как должны действовать что вы должны сделать чтобы по крайней мере доказать не кому-то там не надо кому-то доказать доказать себе что вы достойны жизни и даже хорошей жизни у трехэтажном доме со своим спортзалом с двумя машинами с двадцатью двумя сотками сада и вы вот вот живете я даже выходить особо в город не хожу потому что я здесь создал все условия чтобы не было хорошо то есть знаете из информации брать вот что-то полезное для себя что-то как бы сказать обучающее что что поможет вам вашу личную жизнь сделать лучше а не то что рисоваться ну да я люблю там рисоваться или еще что нет хотя значит чтобы рисоваться мне надо было сделать огромные усилия в свое время над собой потому что вот я показываю вам руку видите вот эти белые пятна витилиго которые были получены мною у детстве я думаю получены там не просто так до сих пор но об этом другая тема я уже рассказал наш давний друг канала жан садель на медитацию 9 мая он написал очень грамотно интересно рассказали да и медитировать так что явно зрителям снизили давление но это уже хорошая как бы сказать показатель что вы от одного видео уже получаете какую-то пользу это это редко бывает в других видосах так если она была высокая так умиротворили успокоили правильно что касается успеха по жизни однозначно важна и удача и везение не скрою и удача и везение важны но вот знаете что я хочу вам сказать вот для того чтобы обладать профессии нужны профессиональные знания которые накапливаются в течение но определенного времени год это определенное времени жизни вашей и естественно когда вы к этому еще определенное количество труда своего вкладываете в это дело тогда значит вот этот на какой-то успех у вас возникает но опять таки я сошлюсь на свой вот для того чтобы написать книги я будем говорить сначала столкнулся с проблемой я начал ее решать искать знания это 1982 там 85 и дальше год знакомиться с людьми пробовать то есть труд был затрачен поиски находки обработка осмысление воплощение потом уже будем говорить к не стала представлять собой готовый продукт как модно сейчас говорит то есть появился продукт важно создать продукт если в нашем обществе так как у нас тут все покупается продается вы хотите приобрести продукт который бы вам помог в решении ваших проблем со здоровьем пожалуйста от и работает грубо говоря в 90 процентов случаев в десяти процентах вот действительно надо отметить есть люди ну ну него не могут они воспринимать эту информацию но никак что то есть такое и не все из нас видите живут одинаково хорошо и есть люди просто-напросто опускаются хотя и причин для того чтобы они опустились нету а есть люди из могут говорить самых низу за счет своей значит вот упорство ума обеспечивают свой личностный рост это опять-таки уместно сказать другое дело удача везение это когда ваш созданный продукт он попадает такие условия которых как бы сказать нет никакой конкуренции и он себя показывает зарекомендовывать вот тут тогда получается ну вот примерно как у меня с книгами произошло в 90-е годы вот это вот удача и везение в развал страны когда значит все разваливалась рушилась ничего не создавалось а люди хотели жить люди хотели здоровья правда и сейчас они хотят здоровья но сейчас появилось столько будет конкуренте которые которые берут просто-напросто то да это уже старое или вот это они по-новому там преподносит еще что то еще что то еще ну ладно не будем об этом так иногда человек тратит всю жизнь он энергию но успеха нет бывает да потому что блатники заняли вкусные места примерно тв корреспондент выполняет черновую работу мечтает быть ведущим но судьба но не судьба места заняты ведут новости прочей программе шерстяные люди которые черновую работу не дня на тв не выполняли поэтому сколько не тратить энергии цели стать ведущим не добьешься если блатники заняли эти должности которых мечтаешь и жизненная энергия таких случаях никак не поможет я бы не сказал знаете вот я не сказал и опять таки что я написал зачем управляться в тупик есть масса иных более достойных вариантов и и я через это прошел ну смысле я на тв не стремился я просто бумаги вот по как бы сказать можно так сказать то ли социальная лестница это назвать то ли профессиональной деятельностью это можно назвать то ли то ли поиском самого себя это тоже немаловажно вот вы получили какую-то профессию как я я получил профессию электрослесарь кип и автоматики а занимался спортом то есть мне надо было но грубо говоря занимаясь спортом чтобы у меня было время чтоб я мог в спорте что-то показать и потом перейти на новый какой-то бытийный уровень для этого я выучился вот электрослесарь кип и автоматик спортроте я уже выполняю норму мастера спорта я становлю спортсменом профессионалом после армии мне помогают поступить в наш центральный орден институт физической культуры и спорта именно владимир леча ленина то есть самый главный я его заканчиваю то есть вот она да как бы сказать у меня другие вещи и в спорте я я мог и тренировал я вам рассказывал и все у меня там получалось случилось так что спорт значит вот этот как бы сказать хорошо если ты конечно там выполняешь где-то норму мастера спорта международного класса там со совсем другие деньги а обычные мастер спорта не особо и в конце концов как-то как-то вот так вот внутренне что это какой-то тупик это не то надо создавать семью надо действительно какую-то то что профессия более было так сказать мани 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 и вот жизнь покидала меня когда я женился и так и всякий 5 10 возникла вдобавок все проблема со здоровьем и оказывается начал то я не со здоровья вообще-то а начал я как искатель силы искатель будет вот личностной силы личностного роста и так далее но из-за того что искал дюжи ретива и не умела потерял здоровье ну не так чтобы очень ну вот вот знаете сейчас я на все это дело смотрю и думаю да ничего там такого не было какого-то слишком серьезного но тем не менее для тогдашнего того это явилось вот такой какой-то предпосылкой чтобы все жизнь рушится что-то надо делать именно вот этот как бы сказать поворот неблагоприятный вывел меня найти как вот так за это за закружила а потом такая хопа и выбросила на нужную будем говорить стезю так скажем профессиональную то есть мне нравится разбираться с человеком мне нравится узнавать механизмы которые обеспечивают здоровье мне нравится бумарите для себя разъяснять механизмы как человек заболевает как человек оздоравливается вот в таком и плане и я начал этим делом заниматься но уже рассказывал собрал там кучу всего то это 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 то есть меня совсем по другому направила и я не думал быть не ведущим на тв не еще что-то не еще что-то но когда сложились обстоятельства вот это я русский язык плохо знал ну смысле учился по-русскому тройбан у меня было знаете с минусом а тут я начал писать книги то есть я рассказывал медитации открылся дар только опа картиночка вот какие как вы меня видите так я сижу с закрытыми глазами в первой своей медитации и я вижу книгу одну другую третью там это самое все это прошло потом все больше таких вещей не было начал писать книги начал писать книги я столкнулся с тем чтобы все как-то было доходчиво изложено кратко изложено будем мысли сформулирована четко чтобы вот эти вот знаки пропинания там стояли в которых я не разбирался я сейчас гораздо лучше владею русским языком нежели когда там я обучался особенно пишу научился печатать на сначала пишущей машине потом вот на клавиатуре кстати клавиатура и пишущая машинка у них там некоторые клавиши не не совпадает поэтому вначале часто этом ошибался далее компьютер и вот надо освоить освоил компьютер я уже не говоря то что видео снимаю я могу и так и так и сяк закрутить это то есть уже пошло совсем по-другому знаете совсем другие заработки вот я работал там будет ну как спортсмен профессионал получал ну да обыкновенная зарплата ничего большего нету чтобы больше было надо грубо говоря под рекорды поднимать тогда будет тогда будет что-то такое а пока этого нету значит вот обычно далее начальник спасательной станции тот побольше там получала и время то есть все 5 10 а потом значит вот я стал заниматься книгами лучше стало больше чем начальник спасательной станции стал получать а потом когда издательство в питере комплект начала их миллионными тиражами штамповать и люди покупали это же не просто напечатал ну напечатал и все связал деньги и лежат они их надо же распродать люди покупали потому что этот продукт они оценили что он полезен совсем другие деньги на эти деньги я уже построил дом интересно жан дом построил и дальше уже судьба так сказать из-за того что меня уже узнали а телевидение интересуется тем что тебя знают и то что ты вот как-то начнешь но не знаю как там грубо говоря как ведущий ли еще кто-то там еще кто-то но короче тебе узнали и уже тогда предложили самих верху тебе предложили повести передачу это попробовать а как она будет передач таких не было они не удавались константин будешь эмс так и сказал вот сколько не пробовали а а не было такой передачу вот я косноязычен с другим акцентом у нас акцент как в баре на украине мы там говорим рейка им все мы потому что мы тут вот донских степях живем потихоньку потихоньку обучился искусству ведение программы далее можете на мою целебную кулинарию посмотреть я уже стал выступать не просто как там ведущий а как создатель программы пока ее не оценили должным образом оценит не оценит это тоже другое дело но по крайней мере в тв не идет вот люди опять-таки те же блогеры есть очень такие непризнанные там на телевидении ли еще где-то они вам так раскрутились в так могут говорить так там делать что у них их начали приглашать на телевидении за то что они сделали себя а не то что вот вот надо кого-то спихнуть вот надо еще что-то сделать вот надо еще кого-то сделать и так далее то есть путей путей развития а личностного роста огромное количество по так вот и жизненная энергия таких случаях никак не поможет не знаю у меня жанр как хочешь там вот она тебе помогает не помогает лично мне лично мне я буду я уже состоялся и вдобавок сейчас я еще нашел источники и и получение еще больше но так как я уже все дом есть машины есть там какой-то достаток более-менее это такое есть знаете я не стремлюсь к какому-то большому достатку мне как-то вот особо не хочется а вот если бы еще захотелось бы а тем более такая знаете сейчас возможность интернет да ты можешь вот она информация не надо библиотеки там лазить или еще что-то как попер бы так далее с музоном я все-таки сделал музон не умеющий человек играть ни на одном инструменте ничего не изучающий вот тут только посмотревший этот гараж бэнд я сделал альбом нравится мне нравится но я его сделал одно дело сказать вот я бы мог работать на тв вот я бы мог создать программу там вот я бы мог бы чё там сделать а музыку написать вот я бы мог бы спеть мог бы а это все сделал поэтому жан если есть еще у тебя желание желание а да а что касается жизненной энергии вы даже это еще не понимаете о чем я вас с вами говорю вы на меня посмотрите одно дело был жизненный уровень грубо говорят у меня сто процентов это жизнь не не жизненный уровень а жизненная энергетика сто процентов а сейчас она у меня стало где-то процентов 300 совсем иные возможности которые я особо не использую пока нарабатываю дальше а когда она будет 500 а когда она будет тысячу процентов возможно мне ничем этим не надо будет заниматься все все саму придет когда этого пришло вот так тоже я вот в живым примером тут выступаю говорю и так далее так что не упирайтесь ступик не упирайтесь стуки в тупик а значит и не 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 ищите обходных пути а вы ищите вы знаете кто зерно в самом себе которые вы хотели бы взлелеет взрастить вот которую вы хотели полить своей жизненной энергии и чтобы она у вас превратилось в нечто такое чтобы люди ахнули вот это да и кстати следующий комментарий такой интернационал написал, какие важные мысли, спасибо вот на этом я и закончил ну вот такие еще есть комментарии два дельфина я значит написал аллергии на пыльцу аллергии там с детства то есть разобрал вот эти вот случаи вы как-то всегда стараетесь понимать то что я говорю а не фантазировать еще на какие-то там темы у вас и вы там искать какую-то нестыковку ну вот два дельфина написала на аллергии на пыльцу аллергия с детства а разве натуральная сладость которая находится в апельсине может как-то навредить это же не искусственный сахар опасность возникновения сахарного диабета вопрос разве такое может быть от апельсинового сока оказывается может это я слышал не раз в Италии где-то апельсинов много люди болеют сахарным диабетом из-за того что они этот сок пьют литрами одно дело вы выпили стаканчик другое дело другое дело если вы там зарядили и сегодня стаканчик и завтра стаканчик а это быстрые сахара которые надо усвоить хоть они и натуральные но и что это то же самое с медом он натуральный если вы съели грубо говоря чайную ложечку вам хорошо сладко и так далее а если вы 100 грамм сахара натурального продукта и так далее вас может вырвать вам будет очень плохо все в дозе в дозе два дельфина неужели это как-то не ясно что все заключается в дозе одно дело стаканчик выпить с утра приятно хорошо а другое дело засадить литр плюс вот эти все помимо там этих сахаров которые надо быстро усвоить что является как бы сказать ударной нагрузкой там на поджелудочную железу на ее там инцелярный этот аппарат надо еще вот эти фруктовые кислоты что-то с ними сделать как-то их знаете это самое усвоить я же вам рассказывал вот апельсины хороший продукт все отлично и кто-то даже там написал что я на апельсинах выходил из голодания я 19 суточек проголодал заранее запасся апельсинами это было очень давно апельсины были дорогие и я своим сказал ни в коем случае апельсины не есть я на них выхожу и так далее то есть ущемил в этом грубо говоря свою семью там и что на третий день у меня зубы стали черные слезла эмаль вот так раз и такая она такая раз черная и вот тебе полезный продукт все что имеется вы все-таки это фильтруйте через свой собственный ум через призму как бы сказать разумного сколько чего и как и это вам помогает или не помогает вы чувствуете хорошо или не хорошо вот тогда будет вещь а так как-то знаете вот спрашивают ну такой наивный получается вот а натуральная сладость о чем мы там говорили вы же еще как-то вслушиваетесь о чем мы говорим а я же там как раз и сказал одно дело стаканчик а другое дело и допустим даже с грейпфрутом его а другое дело литр сегодня завтра послезавтра далее такой вопрос а если аллергия на воду а вы знаете вот как раз я и написал а у меня была аллергия на воду вот искупаюсь и начинаю чесаться это конечно давно было хоть не купайся даже там мылся и чесался так-так так неприятно было все это вот это имеется это говорит о том что в любом случае надо почистить печенку проверить что что и как а так знаете вот просто как бы сказать я бы вопрос задавал так вот если я почищу почистил значит печенку все это привел ее в норму на что у меня будет аллергия а не то что просто а будет она они не будут если там вот это вот какие-то знаете вопросы вот как бы нарочно не придумаешь вот так вот задать аллергия на воду аллергия там на собачью шерсть на кошачью шерсть на книжную пыль и так далее так далее так далее вот так вот и надо против этой этого аллергена искать вот вам говорят искать какой-то грубо говоря противоядие его принимать чтобы не было при этом не вдаваясь не вдаваясь себе вот такой простой вопрос не задавая себя а почему допустим у кого-то есть на книжную пыль аллергия то есть она не на всех же действует а на кого-то нет на кого-то действует грубо говоря шерсть там домашних животных а на кого-то абсолютно не действует на кого-то пыльца действует а на кого-то вообще не действует вот-вот задаться вопросом а не то что искать аллерген почему почему на него действует а на тебя не действует искать вот этот ответ видите Как все ясно, просто и понятно И когда мы начинаем понимать Что все, что у нас есть Фильтруется через печенку И если печеночный барьер Не перестает работать То аллергия Аллергия сама и показывает Своими проявлениями Что она показывает Она показывает то, что было Унутрях Вот так я вам скажу Не внутри, а наружно Оно стремится выйти Из-за того, что вы еще надышались пыльцой Или пылью Книжной Или шерстяными частичками Оно стремится выйти из вас Организм переполнен И в результате вот этой реакции Он выбрасывает слезами Соплями Грубо говоря Прослабляет вас Кожа там покрывается Организм стремится избавиться А какие-то мысли строятся Знаете, ну Совершенно нелогичные Совершенно непонятные Совершенно Ну я Либо я уже по-другому мыслить привык Нежели от этого Это просто Кошмар Какое мышление И что вам преподается? Вместо того, чтобы сохранить Собственную печенку здоровой Вам предлагается там Грубо говоря Тогда уж Заменить ее на Искусственную Мы, мол, сделаем Искусственную печень Либо же Грубо говоря На донорскую При этом Посадить вас На те лекарства Которые вы Не принимали Для того, чтобы Эта печень Не отторгалась Неизвестно От аллергии Вам было плохо Или после пересадки Печени Вам От этих лекарств Будет хуже И вопрос А можно ли Оставить здоровой Или нет Вот в чем вопрос